Хоккейный турнир среди команд юных хоккейстов Урала и Западной Сибири назвали Кубок Сириуса. Он является официальным этапом чемпионата России. Кстати, для образовательного центра это первый опыт проведения официального хоккейного турнира такого высокого уровня. Турнир проводится по круговой системе. Шесть команд будут играть, каждая с каждой, по одной игре. По количеству набранных очков будет выявлен победитель. Ну и, естественно, будут памятные призы лучшим нападающим, защитникам, вратарям и, естественно, бомбардирам. Вообще, изначально на путевку в Сочи претендовало 36 команд из региона Урал, Западная Сибирь. После нескольких этапов отбора в образовательный центр попало всего шесть клубов, которые вступили в борьбу за Кубок Сириуса. Команды из Челябинска, Тюменской областей, Магнитогорска, Башкортостана и Екатеринбурга – это участники мартовской смены образовательного центра. Они находятся в Сириусе с начала месяца, а Кубок – завершающий этап смены. Впервые мы на своей базе пригласили регион, где они проводят свой чемпионат. Это интересно. Почему? Потому что не в каждом регионе есть такие условия для проведения чемпионата России. Я думаю, что дух олимпийзма, дух присутствия баталий олимпийских, они чувствуют еще здесь. Я думаю, что их тоже подстегивает в этом. Все тренировки и игры Кубка проходят на малой ледовой арене «Шайба» – одной из основных хоккейных площадок олимпийских игр. Плюс мастер-классы для юных хоккеистов давали прославленные российские спортсмены. Поэтому эмоций и от смены, и от турнира – масса. Как у тренеров, так и у спортсменов. Везде все это пахнет Олимпиадой, везде символик Олимпиады. И ребята это все видят, и они считают себя продолжением этого всего. Тысяча команд сюда хотят попасть, но мы из лучших сюда попали, я этим горжусь. Завершился хоккейный турнир на Кубок Сириуса сегодня. В итоге лучшей командой региона «Урал-Западная Сибирь» стал клуб «Металлург» из Магнитогорска. Галина Моисеева, Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.